Очень ароматными и необычными получаются булочки с бананом. Эта оригинальная выпечка придется по вкусу всем, как взрослым, так и детям. Она отлично сочетается с чаем или фруктовыми соками. Если вам интересно, как приготовить булочки с банановой начинкой, то воспользуйтесь этим рецептом. Такие оригинальные булочки с удовольствием кушают дети. Вы можете их подавать к чаю после ужина или в любое время дня. Необходимые ингредиенты Досмотревшим ролик до конца Первым делом вам необходимо приготовить опару. Для этого нагрейте 100 мл сыворотки и разведите в ней дрожжи. Через 15 минуток добавьте к опаре просеянную муку, остаток сыворотки. Вбейте сырые яйца, всыпьте сахар и влейте растопленное сливочное масло. Заместите эластичное тесто. Накройте его пленкой или полотенцем. Оставьте подниматься на полтора часа. Затем выньте тесто из посуды и разделите на 12 равных частей. Спелые бананы освободите от кожуры и нарежьте кружочками в миску. Разомните бананы вилкой или же взбейте погружным блендером до пюреобразной консистенции. Добавьте сахарный песок и фреш лимона по вкусу. Затем раскатайте все шарики из теста. Выложите на них банановую начинку. Аккуратно сверните каждый кусок теста в трубочку. Залепите краешки так, чтобы булочка по форме напоминала банан. Выложите заготовки на пергамент для запекания, который следует предварительно постелить на противень. Булочки должны растаяться около получаса. Сварите заварной крем. Для этого крахмал, молочко, 2 желтка и сахар соедините в сотейнике. Варите 5 минут на слабом огне. Положите крем в кондитерский мешок или шприц. Нарисуйте кремом на тесте полоски. Жду ваших лайков и комментариев. Температуру в духовке выставьте на 190 градусов. Когда духовка прогреется, поставьте в нее противень с бананами. Выпекайте блюдо 15 минут до полной готовности и румяной корочки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Ванильный сахар, 1 столовая ложка. Количество порций, 1-2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем приятного аппетита, жду вас снова.